Ну что ж, здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот вновь сегодня с вами мыльная пена, и сейчас у нас для вас, ну, очень интересная новость. Начнём с того, что, во-первых, продолжается череда громких, очень громких расставаний. То, о чём мы вам расскажем, оно, конечно, вызревало очень давно, и, наконец-то, лопнуло и расплескалось по всей деревне. Тут разошлись Элизабет Гутеррис и Ульям Леви. Уильям Леви. Первыми эту новость сообщили в журнале People in Espanol. Ну, ещё бы, кто другой мог притащить. И курсирует в интернете сплетня такая, что это суперновость. People принесла в клювике аж сама Химена Варетте. Девушка торопится показать, что она всё знает. А вот уже потом было официальное подтверждение из уст самого Леви, и он подтвердил, что они с Элизабетром остались. Но очень попросил всех проявить уважение к матери его детей и не придумывать всяких небылиц. Мол, никаких третьих лиц здесь нетути. Ну, нетути. Вот так вам. Но зато вот его, Элизабет, его супруга, она в свою очередь комментировать вот это происходящее отказалась и написала в твиттере один единственный твит, который гласит «Никогда ни о чём не жалейте, особенно если всё это было по любви». «Ладно, уговорила. Мне не жалко. По любви так по любви». Ну и тут же начали циркулировать слухи по Бумунду латиноамериканскому, что Леви поддерживает весьма близкие отношения с Дженнифер Лопес. И типа он через неё собирается карьеру сделать в Голливуде, самую, что ни на есть блестящую. Типа она у нас вообще супер-мупер-продюсер, и она сразу начнёт его двигать. Ага, вот больше делать нечего. Ну и, само собой, якобы Элизабет это всё надоело, и она Виллика из дому вышибла. А другое дело, что видели, как не прошло и недели, как Вилли и Химена Наваретте уже появились рука об руку на одном из телевизорских приёмов. Если это так, то значит все вопли о том, что никакого романа между Леви и Наваретте нет. Всё это было просто для отвода глаз. Оказывается, он есть и ещё какой-то. Судя по тому, как парочка вместе постоянно проводит время, то Алисия Мачаду была права, а на неё, бедную, чуть всех собак не спустили за любовь с плетнем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну а блондин-то у нас каков? Бедняжка. Он так плакался, что Химена его подставила, что она такая плохая, сплетница, нехорошая. Да, ребята? Перевелись в латинском мыле железной Феликсы. Слаб оказался наш Вилли на передок. Ну, в смысле, женскому полу слаб. Любит он женщин. Вот. А саму Элизабет мы желаем всяческих успехов. Поговорка есть такая. Баба с возу кобыли легче. В данном случае мужик из дома бабе легче. Поживет себе спокойно, займётся карьерой, обдумает, как жить без всяких этих американских горок. А то жизнь у неё была с этим Вилли. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, блин, у неё ещё дети, и детей надо воспитывать. А с таким мужиком рядом... Что это может быть? Вот. Пишут, что... А, да. У-у-у, есть ещё новость совершенно обалденная. Пишут, что Ливий не заплатил в казну налоги. А поэтому спать спокойно он не может. У меня, извините, налоги с двух... Почти с двух миллионов долларов, заработанных в этом году. Ху-ху-ху. Ему грозит очень-очень неплохой тюремный срок. А уж штрафы... Мам, не горюй. Как бы его до конца не разделить до штанов-то? Вот. Так что проснись, Ливий, и начинай платить налоги. Другие наши герои, Габи и Спину, и Жан-Карлос Канелло, решили провести вместе Новый год. Ну, если вы вдруг решили, что пара вновь сойдётся, то это вы ошиблись. Габи и Жан-Карлос просто хотят сделать праздник детям. У них один совместный ребёнок, и у Габи дитё от первого брака. Вот. У Канеллы сейчас дела в Мексике. Он выбирает проект, в котором, может быть, мог бы участвовать. Перебирает сценарии. Насколько известно, его роль у Сальвадора Михии сорвалась, потому что... Ну, отказался наш положительный Канелло исполнять негодяйскую роль. Видимо, боится, что не подтянет. Сами знаете, играть положительных героев намного легче, чем отрицательных. Ну, вот, теперь сидит. Копается в сценариях. Видимо, пытается работать и заглушить горечь расставания с очередной папелью, стролью. А вот Хорхе Равена, экс-красавец Хорхе Равена, после расставания со своей дорогой Паолой Тойос, не смог справиться с негативом самостоятельно и впал в сильнейшую депрессию. А поскольку там хороших психологов нету, пришлось ему, бедному, глотать успокоительные таблетки. Вот тут и с работы неудача и прочее-прочее. В общем, ну, сейчас, слава богу, у него с работы вроде как бы наладилось. Всё там в порядке. А вот новых отношений с дамами он заводить не желает. Так что, дамы, просим вас не беспокоиться. Сядьте в углу и ждите тихо. Вот. О, наш любимый Хулиан Хиль в очередной раз разрывает отношения с очередной женщиной. В данном случае это колумбийка Вивиана Серна. Кто бы удивился этому? Вот вы удивитесь, а мы нет. Чего удивляться, его вообще на год хватает максимум в любых отношениях. Но не может он больше. Он причину нашёл. Объясняет, что девица была, ну, ну, крайне ревнивой. Это кому она его ревновала? Господи, ах, к Марджори де Соуса, с которой Хулиан снимается в одной новелле. Ой, боже мой. Впрочем, Хулиан говорит, что ревность Вивианы никакой почвы под собой не имеет. Марджори и его друг, и не более, сама Марджори по этому поводу, молчит. А у Хулиана, как всегда, рот не закрывается. Вот любит он пиариться за чужой счёт. Ну да, в общем, и всё же, сдача из первой информационные поводы создавать можно, чтобы полегче. Физически не так затратно. Вообще, конечно, он весёлый мальчик. Венесуэльскому актёру Хонатану Монтенегро запрещено покидать страну. Вот так. Напомню, что причиной послужило обвинение его жены в психологическом насилии. Если его признают виновным, то это несколько месяцев тюрьмы, как минимум. Вот в следующий раз надо 30 раз подумать, прежде чем начать с женой скандалить. Жена тебе не просто так посадит и не ахнешь. Наконец-то вышла замуж Зурья Вега. Вышла она замуж за кубинца Альберта Гуэра. Что-то кубинцев слишком много в Латинской Америке. Свадьба была скромной, приглашены были только близкие. Зурья оделась в белое платье мечты. Получила своего прекрасного принца. Только вот в роли принца вместо Хорхе Посе другой мужчина. Слава тебе, Господи. Я уверена, что девушка не прогадала. Хотя он тоже не первый красавец. Любит она маму родная. И даже папа с родственником будущим смирился. А ведь он не нравился отцу. Ну вот, ну не нравился он сеньору Гонсалу Альберту. Впрочем, сеньору Гонсалу мало кто нравится. Дочки на эти отцовские капризы обращают внимание по нулям. И правильно делают. Вот, теперь наша парочка вместе. Посмотрим. Выглядят они хорошо. Счастливо. Чувствуете, трудно спрятать, трудно сыграть. Если они искренние. Так что, любви и счастья молодоженам. Наши поздравления. Напоследок, у нас новость достаточно забавная. Двухлетний сын Натальи Рейро определился, каким из двух имен он хочет, чтобы его называли. И какой ему нравится больше. Вы помните, что ребенка любящие родители назвали Мерлин Атауальпа. Так вот, мальчик решительно пресекает любые попытки родителей назвать его именем Мерлин. Он говорит, я не хочу, не зовите меня больше Мерлин, я Атауальпа. Вот такое вот у ребенка с детства патриотическое чутье. Мелкая Атауальпа, господи. Ну, хороший мальчик, очень красивенький получился. Вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш видеоканал. Приходите чаще. Смотрите другие наши передачи. Всем до свидания.